То есть в оригинале нет такого, мол, гордо тряхнуло головой Гермиона. Еще потерялась очень прикольная шутка с сычиком, в оригинале он пиквиджин. В первую очередь нужно понять, потому что я это понимала очень долго, вам объясню буквально за минутку. Друзья, всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и сегодня у нас речь про мой опыт чтения книг на английском языке. Про мой позитивный опыт, негативный опыт, про мой кислый опыт, все здесь будет, конечно. Расскажу вам про свой уровень английского в начале этого года, какой он у меня теперь, и хватает ли чтения книг для его повышения, и спойлер, нет, не хватает. Поделюсь лайфхаками по выбору книг, по чтению, собственно говоря, и, в принципе, поделюсь тем, что мне лично дало чтение в оригинале. Поехали. Начнем, наверное, с моего уровня английского языка. В январе он у меня был очень хлюпенький, pre-intermediate, то есть на роде А2. Это означало, что я его в школе где-то там учила, недоучила, а потом забила на это дело лет эдак на 10, а потом снова начала его наверстывать. Как, почему, зачем, об этом я говорила в своем видео «Учи со мной». Если вкратце, то я бы хотела не париться с чтением на английском языке вообще никогда. Книги, художка, комиксы, все что угодно, ну и да, смотреть сериалы и фильмы в оригинальной озвучке. Короче, я на себя вывела идеальное обучение английскому языку через книги и через фильмы, что, в принципе, может быть лучше. Но я вам скажу так, что даже если ты очень много читаешь и очень много смотришь киношек, то этого все равно недостаточно. Потому что, во-первых, ты не знаешь, насколько сильно выполняется такой словарный запас и пассивный лексикон для разговора. Во-вторых, если ты не используешь язык, то он со временем все равно истончается. То есть ты что смотришь, потом оно просеивается в никуда. Это выход использовать язык, как бы это банально не звучало, либо в письме, то есть в блогинге, либо в дневнике, либо в говорении. Банально, но очень эффективно. Я в своей поездке на NextUp в Москву общалась с Юлей и с Крисом. Она из России, а он из Австралии. И как бы Юля, получается, практикует свой английский буквально каждый день. И нужно ли говорить о том, что у нее просто идеальное владение языком? Я понимаю, что не у всех, вторая половина, иностранцы, и не у всех есть друзья за рубежом, носители языка. Но ведь есть специальные сервисы, где можно общаться с носителями языка напрямую. В своем прошлом видео про учебу я рассказывала вам про Кембли. Хочу их поблагодарить еще раз за то, что я теперь не мандражирую при разговоре с иностранцами вообще. Ну вот, например, в Кембли вы сможете легко практиковаться в общении на английском языке, и, что очень важно, с носителями языка, которые русский язык не знают. А значит, что у вас будет ставиться сразу же правильное произношение. Британское, американское, австралийство, какое вы выберете. Ну или если вам нужно будет, допустим, потянуть грамматику, либо, скажем, подготовиться к экзамену, пожалуйста, здесь же работают учителя с большим опытом, они вам помогут. Самое главное, проверено личным опытом, вот не бойтесь того, что разговоры будут неловкие паузы, либо страшные сверчки на фоне, все учителя очень легко и непринужденно поддерживают беседу. К тому же вы можете выбрать себе сами собеседника, исходя из ваших личных интересов и хобби. Допустим, я говорила, конечно же, про книги, про кино, и мы поговорили еще также и про книжный блогинг в частности. Еще очень удобно, что можно выбрать репетитора по уровню владения языком и также по манере общения, либо более терпеливого, либо, наоборот, общительного. Я традиционно занимаюсь ПК, но у Кэмбли есть также еще и мобильное приложение, так что тоже его чекайте обязательно, ребят. Спасибо, Кэмбли, за коллаборацию и за промокод Bookspace15, подарит вам, друзья, бесплатное 15 минут общения. Так что чекайте, ссылочка будет в описании к этому ролику. Если вам там понравится, то тоже промокод даст вам скидку в 10% на подписку. Там все очень легко, просто регистрируйтесь и моментально общайтесь. Мой опыт чтения книг на английском, он простирается, пожалуй, до моего 11 класса, где мы просто не могли ждать и буквально в одну неделю прочли Гарри Поттера и Дары Смерти на английском. Да, было время, когда ребята из рубежа сливали нам в интернет, главы на английском, вот откуда у меня было пиратское детство, йо-хо-хо. Но поэтому я поняла одну вещь, которая включила в свой опыт чтения, свои, скажем так, правила выбора книг на чтение на английском. Но начнем с того, что вам нужно, во-первых, в первую очередь честно определить ваш уровень английского языка. Это невероятно важно. Просто полистайте книгу в магазине, и если вы не понимаете каждое, скажем, четвертое, пятое слово, то это будет просто мучение, а не чтение. Вот на моем личном примере, когда я себе взяла чтение портрет Дариана Грея Оскара Уальда. Мне казалось, что это очень крутая идея прочитать легендарного Оскара Уальда в оригинале. И знаете, что из этого вышло? А я вам покажу, насколько я далеко, в принципе, ушла. Я не могла перевести буквально каждое третье, четвертое слово, и это реально просто было просиживание попой в обнимку со словарем, а не чтение книги. Это называется чтение интенсивом, но к этому мы попозже, пока еще вернемся. Второе важное правило, это то, что вам ни в коем случае не стоит брать книгу, которую вы буквально только что прочли на русском. Я ставлю акцент на только что, потому что у вас будет просто диссонанс в голове, ваш мозг будет сопротивляться, типа, чувак, мы же только что же ее прочли на русском, ну зачем? То есть, скорее всего, вам будет интересно первой, может быть, страниц Эдак 20-30, но это потолок, потом вы просто поймете, что вы просто перечитываете то же самое, но в другой кондиции, да. Какую именно книгу вам выбрать, я вам точно не скажу, зато оставлю вам ссылочку на видео Димы Море, где он прямо по полочкам разложил, что, как, когда и кому нужно брать. Я бы вам, наверное, посоветовала взять любимую книгу, которую вы очень давно не перечитывали, в принципе, которую вы знаете сюжет, но вы читали очень давно последний раз. Ну или как вариант продолжения любимой серии, которой еще пока что нет перевода на русском, потому что вы не сможете ждать перевод, вот что у меня получилось, как раз-таки и с Себастьяном Де Костеллом. Уже, по идее, должна была быть анонсирована пятая часть, но ее нет на русском, а у меня она есть. И то же самое у меня было как раз-таки в 11 классе с Гарри Поттером, когда у тебя интерес кратно перевешивает все дыры в твоем английском. Поэтому да, третье очень логичное правило, берите то, что вам интересно, но при этом ориентируйтесь также на свой уровень языка. Просто, допустим, с моим уровнем А2 мне было не очень интересно брать, скажем, английские сказки, либо какие-нибудь адаптированные очень легкие книги, потому что я с таким же успехом прочла бы их и в учебнике. Но если прям выбирать между этими двумя золами, я бы выбрала лично интерес. То есть, допустим, с того же Де Костеллом, мне слегка сложновато считать в плане того, что у автора уж больно такие заковыристые конструкции в боевках, но лучше вот это, чем легкие сказки, ну, по крайней мере, для меня лично. Кстати, еще один очень неплохой вариант для чтения на английском — это комиксы. То есть, там они состоят, получается, по большей части из диалогов, у вас будет нормально пополняться ваша база, лексикон разговорный. Но проблема в том, что там тоже есть подвох, потому что, допустим, в тех же хранителях тема политики, в той же саге космические разборки, это мифологическое мрачное теноседмение — это не всегда так легко, как казалось бы. Допустим, я сейчас считаю ключи локов, lock and case на английском, четвертую часть, и признаться, что она идет очень туго. То есть, там язык такой тоже у Хилла заковыристый, но, по крайней мере, есть картинки, насчитывание контекста — это уже хорошо. А теперь, друзья, мои правила во время чтения на английском. В первую очередь нужно понять, потому что я это понимала очень долго, вам объясню буквально за минутку. Есть интенсивное чтение, есть экстенсивное чтение. Что я под этим подразумеваю? Смотрите, если вы читаете и переводите буквально каждое, там, восьмое слово, десятое слово, и вы прописываете себе словарики, это интенсивное чтение. И если вы им будете злоупотреблять, вы просто запаритесь переводить книгу. То есть, это будет просто перевод, а не чтение и удовольствие от самого чтения. Поэтому либо читайте полностью экстенсивом, либо чередуйте интенсив и экстенсив, то есть, просто свободное чтение. Я начинала, разумеется, с интенсива, у меня есть очень много пометок, и признаться, что теперь моя книга выглядит просто как поле боя, пропаханное, вся исчерканное и исписанное. Потом, разумеется, страничек эдак через восемь психануло, и дальше все пошло попроще, потому что я перешла на экстенсивное чтение. Я первоначально буквально выписывала каждое незнакомое слово, потому что боялась, что я пропущу смысл предложения. И знаете, что это дало правильно? Это дало мне жуткий ступор и отторжение от чтения. Я вам рекомендую, друзья, не переводите каждое незнакомое слово. Я перевожу только то, где я вообще не понимаю, о чем там идет речь, обычно это глагол значит, либо то слово, которое уже раз в третий повторяется, стало быть, оно популярное слово, оно часто встречаемое, его нужно заучить. Если, допустим, вы решились на интенсив, то выписывайте слова дозированно, это очень важно. То есть, опять же, те, которые встречаются в повседневной речи. Я очень хорошо помню, когда смотрела видео, где девочка учила русский язык, и как же она мучилась со словом багряной. Вот вы часто помните слово багряной в вашей речи. Еще совет, который мне пришло своим личным опытом, если слово выписываете, то только в контексте обязательно. Без него слово будет для вас просто словом, из ниоткуда оно там очень из головы сотрется. Плюс два примера. Один пример от первого лица, второй пример рандомный. Потому что вы чаще используете в своей речи первое лицо, то есть от своего лица, естественно. Поэтому да, пример от первого лица, он приветствуется, ребят. Плохие новости для читеров. Если у вас есть русский перевод, не заглядывайте туда, вообще забудьте про него. Допустим, я его смотрела, когда я была не уверена в переводе, потому что, допустим, в Гарри Поттере я его знаю, не то чтобы наизусть, но очень хорошо. И когда я понимала, что в переводе по-другому я хватала к нему с полки. И знаете что? Да, там очень много было совершенно иначе сказано. То есть в оригинале нет такого, мол, гордо тряхнуло головой Гермиона. Там Баромир превзмогает смерть, улыбнулся, да? А про потерянные шутенчики я вообще молчу, потому что здесь была очень классная шутка, где Гермиона говорила, мол, что ты кушаешь? Буя-бес, будь здорова. То есть это как раз-таки на уровне слов. Она такую там кашу сказала, что, мол, типа чихнула. А в переводе, ну, надо же, типа того. Всю шутку слили переводчики. Зачем? То есть, допустим, вы можете сравнить перевод уже после прочтения. Это как бы гуд. Но читая какие-то абзацы вместо оригинала на русском, нет, так не делайте, ребят. Это будет совершенно иное восприятие. Как бы, да, переключение моментально у вас приходит на русский язык. Это вообще не айс. И последняя, очень хорошая рекомендация для вас. Ставьте себе конкретные планки для чтения. Не просто там, почитать книгу на английском сегодня. Как-нибудь. Возможно. А возможно и нет. Ставьте себе четкую и ультрамаленькую планку. Скажем, страничек 15. Много? Ставьте 10. Ставьте 5. Это обманывает ваш мозг. То есть, допустим, он думает всего лишь 5 страниц в день. Но каждый день. Когда ты допускаешь чтение, у тебя мозг просто расслабляется и перестает адаптироваться к новому языку. Вот в чем прикол. А прикол именно маленького значения маленькой планки в том, что у вас мозг обманывается. Это всего лишь 5 страниц. Допустим, лично я отсчитывала первое время очень сильно. Ох, осталось 8. Ох, осталось 7. Ох, осталось 5. Я буду отдыхать. Типа того. А потом, в какой-то момент я просто зачиталась и прочла в два раза больше, чем нужно было. То есть, не 15 страниц, а 30 страниц. То есть, фан приходит, удовольствие приходит. Не сразу. Вот первое, наверное, процентов 15 было мучением. То есть, я читала просто «Боже, когда это закончится?» Потом я читала с интересом, а потом читала просто в удовольствие, даже не замечая объема, ребят. Вот так вот это получилось. Какие же плюшки лично мне дало чтение книги в оригинале? Во-первых, я уже жаловалась ранее, это иное восприятие знакомых диалогов, казалось бы. То есть, самое, что жесткое, что меня прям удивило во время чтения Гарри Поттера, там была очень интересная сцена, где как раз Гарри с Роном зовут Геремиону, мол, пойди с нами на бал, и она говорит, мол, нет, меня уже пригласили. И Рон ей говорит, ну ладно тебе, говорит, Рон по-приятельски. То есть, определенное настроение сценов в оригинале, он говорит, это нетерпеливо. Есть же разница между нетерпеливо и по-приятельски, но вы согласны, это вообще разные вещи. Еще потерялась очень прикольная шутка с сычиком, в оригинале он пиквиджин, или что-то около того, где Рон говорит пик, Гарри не понимает, какая пик, какая свинья там вообще в принципе присутствует, оказывается, что это сычик, пиквиджин. Еще раньше в инстаграме и в принципе на любом другом сайте, я всегда как-то обходила стороной любой текст на английском, потому что я думала, либо я думала, что я думаю, что я не пойму его. И знаете что, теперь я его не обхожу, вчитываюсь и понимаю, что он же в принципе несложный, читабельный, понимабельный. Новое слово придумала. Короче, теперь я понимаю, что я очень многие вещи могу спокойно перевести. И либо понимаю их из контекста, что тоже невероятно важно, то есть опять же, не каждое слово, знаете, вот над ним трястись, а понимать саму мысль, это важнее, потому что слова, они все равно придут, а понимание и улавливание настроения, улавливание идеи, оно остается. Еще что я поняла, что если вы читаете книгу, где очень много нарратива и очень мало диалогов, ну, Гарри Поттера здесь примерно 50-50, но допустим, диалоги, они у вас формируют каркас вашего лексикона разговорного, а нарратив, он все равно как-то откладывается у вас в голове именно конструкции грамматики, так что важно и то, и то. Если вы избегаете книг именно вот литературных, с нарративами, с диалогами, читаете только комиксы, то у вас, возможно, будут прорехи именно в подсознательном, как скажем, восприятии грамматики. Короче, это все равно накапливается пассивным лексиконом, который потом вы нормально используете в разговоре, вот в чем дело, ребят. Так что, как ни крути, но чтение мне дало прям очень много, помимо того, что я исполнила свою цель на этот год, прям, я прям молодец, об этом говорила вам в своем предыдущем видео, можете, друзья, его посмотреть. Я буду очень рада, если вы поделитесь вашим опытом чтения книг на английском, именно художке, если можно, какие у вас там были подводные камни, где вы там ошибались, а что у вас интересное, еще есть это видео, дополнить. В принципе, самое важное, наверное, я рассказала, но если у вас, допустим, есть интересная информация именно по восприятию текста, или какие-то интересные лайфхаки, то же вы, разумеется, в комментариях к этому ролику. С вами была Аня Кабришна, и скоро мы уже увидимся, друзья. Все, всем пока, и до встречи.